Наконец, удача начинает сопутствовать Джеку и его команде. Они нагоняют хладнокровного волшебника, что приводит его в ярость. Обнаружив город людей, отбивающийся от монстров дьявола, Джек, словно торжественный герой, отправляется на лодки к городу. Несмотря на все попытки солдата остановить Джека от попадания в город, ему удается пробиться через их оборону и взять замок в осаду. Но вслед за Джеком в город ворвались и безумные монстры. Оказавшись посреди битвы в самом сердце города, Джек был вынужден сразиться с могучим Тхором и в то же время подавить сопротивление людей. Но, приложив все усилия и одержав победу, Джек обнаружил огромное кладбище за воротами города. Среди могил и надгробий, Джек, несомненно, найдет ключ к обнаружению коварного волшебника. Всем приветища, это Тыкваджек и мы продолжаем сеть хаос. А еще зацени мой новенький костюмчик. Классный, да? Я даже не знаю, что лучше, серп подходит костюму или костюм к серпу. В общем, ладно, пойдем посмотрим, что у нас тут. Рождество? Новый год? Подарочки? Концерт? Что за дьявольская щедрость? Ладно, пойду подарочек возьму. А, чтобы получить подарок, нужно собрать пять таких подарков. Раскатал я свою тыквинную губу. Что ж, насчет серпа. Ну, довольно медлительное оружие, но я думаю, мы разберемся как-нибудь с этим делом. Фу, кладбище, почему именно кладбище? А я думал, тебе нравятся мертвяки, падали, когда ты выклевываешь чьи-то глаза. Или я перепутал тебя с какой-то другой птицей. Лучше не потревожь неупокоенные души, Джек. А то что? Они проснутся и надают нам люлей? Какой-то странный мутный дед. Может, не пойдем туда, а? Над гробью поломаем. Подарочки поищем. Правда, кстати, надо же подарки искать. Еще четыре осталось. Но для этого нужно двигаться дальше. Да, ворон, твоя, правда. Ладно. Пойдем, пожалуй, познакомимся с этим дедом. Приветствую. О, а ты тут очень даже к месту. Я уже достаточно проторчал на кладбище, гремлин. Но не на этом. Я про другие кладбищи. О чем ты говоришь? За этими вратами лежит внутреннее кладбище целой кучи монстров. Горкули, призраки, скелеты и даже волшебник. Волшебник? Он здесь? А ну, пропусти меня ты. Я бы с радостью. Но не каждый может войти. Пройди мое испытание, и я тебя пропущу. Ладно, что за испытание. Чтобы открыть ворот, мне требуется сила трех гримуаров. Они находятся в склепах неподалеку. Один здесь. И два там. Принеси все три гримуара, и я пропущу тебя. Да что с вами всеми? Откуда столько бессмысленных заданий? Гримуары. Ладно, пойдем собирать их. Три штуки. Ну и название. Гримуары. Почти как мемуары, только гримуары. Так, что-то меня заело. Пойдем, лучше черепок достанем. А то он такой красивенький, там весь крутится, сияет и манит нас. Я думаю, что вот таким вот образом мы его достанем. Шикарно. Теперь пойдем с призраками разберемся. Как говорится, упокоим души умерших. Вот так. Чуть могилку, правда, подожгли, но не страшно. Опа, и еще черепок. Хорошо день начинается. Ворон, ты счастлив? Если у тебя вдруг оторвет бошку, у тебя есть две на замену еще. Запасных. Кажется, нам сюда, в этот склеп. Но прежде чем мы туда спустимся, я обшарю здесь все вокруг. В поисках подарков. Кто не хочет на Рождество подарки, а? Подарков нет, лезем вниз. Первый раз вижу, чтобы в склепах делали ловушки. Кого они там пытаются защитить? Там же одни мертвые. Вон они, вон они, гримуары. Я их вижу. Четыре книги с рисунком какого-то беса. Так, держать, Джек. Еще два гримуары, и я открою ворота. Ну что ж, хоть какая-то хорошая новость. Два это не три. Ничего себе, рыцари-призраки. Попробуй попади еще по ним. Ха, промахнулся. Я тоже. Черт возьми. С ними придется попотеть. Хотя, вроде бы они не такие сильные. А ну, пошел вон отсюда. Мне здоровье надо восстановить. Обычки, еще один рыцарь-призрак. Ну, давай, давай. Покажи, на что ты способен. И няжить вылезло. Ну, шикарно вообще. Там еще вон один рыцарь приполз. Черт подери, посмотри на мое здоровье. Ребят, вы чутка переборщились. Пожалуй, пришло время сменить косу на... На ружье. Это было близко. Я чуть коню не двинул. Надо срочно восстановить здоровье. Третий черепок. На счастье, как говорится. Че, наверное, косу придется вернуть. Обратно. Покажи, чему ты научился, Джек. Пошел вон меч. Ты мне не нужен. Чертовы свечи. Я сжег самого себя. Я снова жив. Все в порядке. Не переживаем. Что может случиться с одержимой циквы? Ну, разве только что ведьмы ее могут сожрать. Кстати, смотри, подарочки. Надо попробовать снеговиков разломать. Обожаю крушить снеговиков. Так вот. А Дед Мороз что? А Дед Мороз просто ничего не присылает. Поэтому, если ты хочешь подарочек, будь паинькой. Черт. Что я вообще такое говорю? Надо быть злым, плохим. Я же одержима тыква. Пусть все эти подарки горят в аду. Вот он, мой лучший подарок. Гримуары. Еще четыре книги с чертяками. Вот и следующий. Еще один. И дело с концом. Ну что ж, один это не три. Поэтому сейчас я достану тебе этот гримуар. Последние, последние книжки. И врата откроются. Прекрасно. А теперь отойди. Врата, откройтесь. Ну, чего ты ждешь? Врата уже открыты. Иду я, иду я. Из вежливости хотел с тобой поболтать. О, зеленое пойло. Напьюсь яду на дорожку. Это место сошло с ума. Разве? По-моему, обычное кладбище с призраками и гремленами. Все как положено. Черт, чуть опять не сгорел. У меня тут намечаются прыжки с высоты. Опа! Прыжок Веры. А это еще что за чудо-юдо? Это горгуля. Убей ее, Джек. Я их ненавижу. Ммм. Пожалуй, стоит ее замочить. Таких я еще вроде не убивал. Ай-яй-яй-яй, куда поползла? А ну, стоять! Э, горгуля! Ты ничего не перепутала? Она что, бессмертная, что ли? Готово. Короче, горгуль нужно убивать как можно быстрее, пока она не возвела новую колонну для себя. Как тихо. Слишком тихо. У меня плохое предчувствие, Джек. Ну да, мое тыквенное чутье тоже меня не подводит. Я чувствую здесь что-то неладное. Стоп, ты слышишь? Нет, не слышу. Она несется прямо на нас. Тыквенный шашлык! Она схватила меня. Отпусти! Кому говорю отпусти? Оп-оп-оп-оп, надо поднимать. Выше-выше, взлетай! Че ты меня молочишь по земле? Скотобаза еще камни об дома бьет. Че это за флэппи-берт с тыквой? Машу жвать, я на такое не подписывался. Ворон, давай не подведи. Вовремя открывай ворота. Я не хочу превратиться в решетой, а потом и в фарш. Ой, ой, ну хорош уже долбить меня все препятствия подряд. Уважаемая горгуль, нам еще долго лететь? Может мы все? Ну что за дела? Ой, спасибо. Чуть не взблеванул тыквенными щемечками. Ну что, горгуль, пришло время отомстить тебе за все это. Выкусила каменная, чтоб больше не смели меня трогать своими грязными паклями. Я уже говорил, что ненавижу горгуль, потому что я ненавижу горгуль, терпеть не могу. Да, в этом плане я с тобой солидарен. Слушай, мне кажется, что у нас начинают наклевываться дружеские отношения с тобой. Какие-то общие темы появляются. О, подарок. Шикарно. Третий подарок, еще два осталось найти. Кстати, смотри, тут снова этот дед. Ладно, пойдем подойдем. Джеки, и снова здравствуй. Я рад тебя видеть. Опять ты? За что мне это? Как ты попался до раньше нас? Тайна смотрителя кладбища. Конечно. Неважно, пропусти меня. Думаю, ты уже понимаешь, что это не так просто. Неужели очередное испытание? Нет, всего лишь услуга. Это еще хуже. Хочу, чтобы ты убрал все надгроби. Что? Зачем? Я лишь маленький смотритель кладбища. У меня не хватает места для новых могил. Ты тут для того, чтобы уничтожить весь мир. Мне понадобится место для новых могил. Я лишь прошу тебя убрать все эти надгроби. Это же легко. Когда закончишь, открой ворота. Можешь начать оттуда. Принимайся за работу. Когда я успел стать всеобщим мальчиком на побегушках? Ладно, уничтожать надгроби это довольно весело. Главное, чтобы умершие не восстали. А то появится куча проблем в виде призраков. А, ну вот. Долго себя не заставили ждать. Еще и рыцари. Ну, шикарно просто. Надеюсь, что на этом мертвецы усвоили урок и больше не будут вылазить из своих могил. Я тут, короче, тир открыл. Достал свое ружье. И принялся расстреливать эти надгроби. По-моему, так веселее. Осталось еще пять надгробий, Джек. Да, совсем чуть-чуть. Не понял. Это что, мое надгробие, что ли? Пусть горит синим пламенем. Я воскрес. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Осталось еще три надгробия. Ну что, Ворон, пришло время свернуть себе черепуху. О-о-о, как много надгробий. И что же с ними делать? Как много надгробий. Приступим крушить их. Ну, давай попробуем. Слушай, это не так просто, сломать их. Когда я ударяю, появляются имена. Кажется, я понял, что нужно делать. Нам нужно... Найти одинаковые имена на каждом надгробии. Это типа как пазл. Найди два одинаковых предмета. Так, хорошо. Значит, мне нужно запоминать все имена. Не вопрос. Проведя несколько часов на этом кладбище, я наконец-то понял, что нужно делать. Найти однофамильцев. Не имена, а фамилии. Одинаковые, похожие фамилии. И тогда все у нас срастется. Надеюсь, мы никого не разбудили. Я тоже на это надеюсь. Слава богу, мы закончились этими надгробиями. Смотри, еще один подарок. Ох, остался последний. И что же нас будет ждать? Я прям в предвкушении. А здесь у нас за уголком еще и черепок ждет. Просто чума. А это что за место такое? Наконец-то собор. Интересно, есть ли кто дома? Ну, вроде бы как дома кто-то есть. Надеюсь, что этот чувак за нас. Ну че, с чего начнем, куда пойдем? В сам собор пока я заходить не хочу. Вдруг это все-таки враждина окажется какая-то. Так что давай обойдем местность. Поищем лучше подарочки. Ага, меня чутье не подвело. Последний. Дорогой Санта, с Рождеством тебя толстяк. Думаю, ты уже заметил, что я в последнее время немножечко мертв. Мои выходки с дьяволом привели к тому, что я навеки стал заблудшим духом. Не буду грузить тебя подробностями того, каким образом пишу это письмо. У меня есть предложение. В этом году я был мертв. Так что не устраивал розыгрыши, не обманывал старушек и не воровал у пьянчуг. В общем, я не вел себя плохо. А это значит, что я вел себя хорошо. Так что в награду за мое примерное поведение я хочу попросить тебя об одном. Дай мне новое тело. С уважением, скупой Джек. Эээ, подожди. Это получается мои письма, которые я писал Санте? Ай, как не лапка вышла. Ну да, хоть я и злобной тыквы, но я же вел себя хорошо в этом году и тоже заслужил подарки. Ну хочется же ведь. Блин, опозорился прилюдно, конечно, с этим письмом, но ладно. Я вижу колонну. Эх, если бы у тебя были крылья. А так придется карабкаться. Ох ты! Здорово! О, Джек, ты меня преследуешь? Не лести себе, урод! Что ты здесь делаешь? Разве это не очевидно? Выкапываю. Выкапываешь тела, конечно. Итак, ищешь что-нибудь новенькое? Я бы хотел прикупить себе новенький костюм. О, любезный Джек! Круто. А как насчет инспектора? Я хотел инспектора купить, но денег у меня нема. Ладно, буду рождественским Джеком. Йо-хо-хо! И тыквенный сок! Рождество, Рождество и подарки всем детишкам с угольком внутри. Хо-хо-хо! По-моему, из меня бы вышел отличный Санта-Клаус. Сейчас прям дух Рождества во мне появился. А еще снежиночки, ты посмотри. Откуда снег? Черт, возьми, я не заказывал снег. Уберите снег. Капец. Походу, мне придется смириться. Ладно, полезли на крышу, попробуем договориться с облаками. Может, решим вопрос насчет снега? Самое главное, отсюда не навернуться, а то тыкву расшибу. Блин, собор-то реально высокий. Черт, хорошо, что у меня нет боязни высоты. О, наконец-то залезли. Что это такое? Ломать. Ну ладно, давай сломаем. Эта статуя содержит в себе грех гордыни. Но разве мы не молодцы? Нам осталось еще шесть раскрошить. Это, конечно, круто, а вниз-то как спускаться? Прыжком? Там, кстати, сено. Мне это что-то напоминает. Прыжок веры. Точно! Адские пройские сатаны. Это же Assassin's Creed. Да, пока я был жив, я играл в эту игру. Прекрасная игра. Ладно, сейчас не об этом. Сейчас о том, что нам нужно осмотреть всю крышу. А вроде бы тут и все. Ну, тогда спускаемся. Пойдем внутрь собора. Поболтаем с этими шестереночками. Странные какие-то чуваки. Похожи на то, что их волшебник создал. Ну, сейчас выясним, что это такое. Добро пожаловать в мой собор, Джек. Ага, ты кто такой? Я архитектор Ада. Мой хозяин приказал ждать тебя здесь. Понятно. Собор разрушен. Это ты так время убивал? Этот собор был разрушен до моего прибытия. Я считаю своим долгом сохранение его величия. Всем нужно чем-то заниматься. Будучи архитектором Ада, я ответственен за строительство и обслуживание всех систем. А клонирование упрощает мою задачу. Должно быть здорово. Ладно, я здесь. Че дальше, архитектор? Где этот подлый волшебник? Он был здесь несколько дней назад. Мы пожелали друг другу доброго здравия, и он ушел через портал. Я знаю, как открыть такой же портал и отправить тебя прямиком за ним. Отлично! Наконец-то хоть кто-то полезный. Сперва ты должен. Ох, черт, я думал. Порталу нужна энергия, Джек. Волшебник использует магию, а нам придется импровизировать. На этом кладбище есть статуи, в которых заключена сила семи смертных грехов. Разбей статуи и выпусти эту силу. А я смогу открыть портал? Что ж, ломать не строить. Показывай дорогу! Статуя, в которой заключен грех гордыни, находится на вершине собора. Остальные статуи находятся за этими воротами. Быстрее, Джек. С каждой минуты волшебник становится все сильнее. О, Фрады только одно, что гордыню мы уже уничтожили. Получается, что нам еще шесть раскрошить нужно. Но окай. Ну что, осталось еще пять грехов. Ого, сколько черепков! Черт, эти черепа подделка. Какое оскорбление. Так, понятно. А я-то уж думал, сейчас насобираю кучу черепков. И еще один готов. Грех зависти уничтожен. Эта статуя содержала в себе грех похоти. Ах ты, моя сексуальная тыковка. Так, о чем это я? Нам осталось еще три раскрошить. Мне кажется, что эти грехи иногда помутняют твой разум, ворон. Эта статуя содержала в себе грех лени. Блин, нам правда нужно продолжать. Да что со мной? Нам осталось еще две раскрошить. А что тут надо? Отдать вороне череп. Ну ладно. Одним пожертвовал, чтобы открыть врата. Джек, как ты смеешь? Ну ладно, подумаешь, один череп всего отдал. А еще черепки отдать? Ого, четыре черепа, в итоге мы отдали. Жесть. Эта статуя содержала в себе грех алочности. Заберу-ка я эти черепа обратно. Отлично, Джек. Мы почти готовы. Отправляйся в склеп перед собором. Осталось последнее дело. Фух, наконец-то мы раскрошили все эти грехи. А то я уже устал слушать твою чушь, ворон. Реально на твой маленький мозг все эти грехи влияют. Держись от них подальше. Посмотреть внутрь склепа. Фу, эта штука чрева Годи. Убей ее поскорее, пока она тебя не съела. И не забывай прыгать, Джек. Стопанные гвозди. Вот его еще не хватало. Ладно, попляшем, попрыгаем. Не страшно. Как с ним бороться-то? Ой-ой-ой. Черт, еще и слезняков призывает. Ножи метает. Ну капец, это какой-то повар прям. В принципе, он реально может мою тыковку сготовить на ужин и сожрать. Так что нужно подальше от него держаться. Колонна. Здесь проход, Джек. Запрыгивай и погнали. О-о-о, мы-мы-мы в желудке. Фу-фу-фу-фу-фу, вытащи меня отсюда. Так, ворон, не ной, и так без тебя проблем хватает. Вообще, это твоя идея была запрыгнуть сюда. У него голова из слези, ты не сможешь его ранить. Тогда нам нужно бомбить эти колонны. Вот так вот. Нужно, чтобы он по ним стрелял. Ништяк. Он нас выплюнул. Это здорово. Черт, он слизь выпустил наружу. Ой-ой-ой, ешеньки. Со здоровьем у меня вообще беда. Так. Сейчас он должен призывать своих слезнюков. И они-то нам помогут восстановить здоровье. Черт. Или я сейчас загнусь вместе с ними. Хорош уже дубасить меня. Где колонны? А, вот они. Спасибо. Запрыгиваем. Ну что, все по-стариночке. Значит, разрушаем колонны. И нафиг сваливаем отсюда. С этого желудка. Черт. Кажется, я запутался, блин. Вот, хорошо. Последнее. Давай. Отлично. Ты победил. Ты одолел чьего угодья. Отлично, Джек. Эта статуя содержит в себе грех чего угодья. Как же хочется есть. Вот и все, Джек. Пойдем расскажем этому ненормальному архитектору. А че он ненормальный? Вроде бы нормальный, бро. Сейчас нам портал должен открыть, по идее. Если что-нибудь не изменилось. Отлично сработано, Джек. Семь смертных грехов были выпущены из заточения. Подожди, ты это имел в виду? Я думал, статуи просто заколдованы. Статуи были лишь печатями, сдерживающими грехи. А ты их освободил. Из этой силы я смогу открыть портал прямиком на север. Ну, по крайней мере, мы сделали мир немножечко хуже. Открывай портал, архитектор. Мне еще волшебника валить. Хорошо, Джек. Но будь осторожен. Волшебник умен и могущественен. Поэтому прими от меня кое-что. Я наделю твоего черного спутника силой клонирования. Когда ты пройдешь через портал, твой спутник сможет в любой момент создавать копию. И мне придется терпеть еще больше этих назойливых пиратых. Ого, спасибо, вот это подарок. Всегда о таком мечтал. Твой маленький друг верно тебе служит, Джек. Тебе стоит это признать. Судьба мира в твоих руках, Джек. Теперь иди и убей волшебника. Я в реке мир на погибель. Ну что, вздрогнем? В последний путь к волшебнику, как говорится.